Первой остановкой стала улица Морозова. Тут вовсю идет работа по озеленению. К майским праздникам, говорят работники, центр города будет не узнать. Следующее место – улица Держинского. Тут дорожники только готовятся к ремонту. Для начала нужно очистить прибордюрную часть. За зиму на дороге города высыпали 40 тысяч тонн песка. Его остатки нужно убрать прежде, чем начинать ремонтные работы. Следующий пункт – улица Доваторцев по интенсивности движения. Она сравнима с МКАДом. Это одна из самых загруженных улиц города. В последний раз ремонтировали ее 5 лет назад. Для такого срока она еще неплохо сохранилась. Ее отремонтируют за счет бюджета. А вот дороги от Единой России будет ремонтировать за свой счет подрядчик. По словам главного дорожника, делать из мухи слона не нужно. Давайте еще раз говорить о том, что мы 458 тысяч квадратных метров за два года отремонтировали по программам. На сегодняшний день, я еще раз хочу назвать цифру, не более 1% пришло в негодность. Мы не должны говорить о том, что все дороги пришли в негодность. Давайте посмотрим. Мы с вами сегодня ехали по Булкино, по Советской, по Карломарсу. Дороги стоят идеально. Порядка 1%, 1,5%. Есть причины разные, симбиоз причин. Но момент такой рабочий, будет все устраняться, никто не возражает. Исполняющий обязанности главы администрации Андрей Джадоев ответил. Искать виноватых и выяснять причины не время. Нужно срочно браться за работу. Силы приложить не на то, чтобы оправдываться перед населением, почему это произошло, а все силы приложить для того, чтобы ускорить приведение дорог в порядок. Вот это основная задача. Все равно жителям, какова причина, кто виноват. Это никого сейчас не интересно. Интересно, чтобы дороги приняли все-таки проезжий вид. Конечная остановка – улица Космонавтов. Это практически въезд в город. Тут уже работа кипит. Пока делается выравнивание ямы. А потом будет полностью покрытие создаваться 5 сантиметров толщиной. Пока мы начали, когда вчера начали, с 7 до 7 работаем. Работы, конечно, доставляют неудобства водителям, но они готовы и потерпеть, лишь бы ее быстрее сделали. Она короткая, удобная, но в плохом состоянии. Чем быстрее сделать, тем будет лучше. Работу сделают, но хватит этого ремонта ненадолго. Выйти из положения можно только полностью реконструировав дорогу. Дорогу вот эту делать вообще неблагодарный труд. На основании не имеет, в принципе. Мы ее курили, смотрели. То есть, когда-то как делали, как в лесу, видимо, что было, то и насыпали, а сверху делали асфальт. Поэтому ее полностью строить надо, не ремонтировать. Вот то, что мы сейчас делаем, в следующую зиму не выстоит, к сожалению, потому что нет внизу ничего. Ну и вкладывать огромные деньги, когда мы собираемся ее реконструировать, мы тоже не готовы. В конце объезда Андрей Джадоев подвел итог. Работа предстоит большая, поэтому трудиться нужно, не покладая рук, и днем, и ночью в несколько смен. Алиса Мелехова, Илья Аладин, Информбюро.